Всем моим красоточкам пламенный приветик, девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня я снимаю видео о покупочках. Я уже, в принципе, давно обещала снять видео о покупках одежды. Ну и за это время у меня опять собрались кое-какие покупки, так вот по мелочевке, да, и сейчас я вам покажу. Первое, с чего начну, это лаки от Галерея Лафаэт. Вы знаете, я уже вам их показывала в своих видео, и в этот раз приобрела еще два лака. У них была такая очень интересная, выгодная скидка в Галерея. Вот, взяла вот такие два красивых очень оттеночка. Вот первый оттеночек, который поярче в номере 70, называется Maxence, по-моему, так, очень мелко написано. И второй лак, вот такой вот с блёсточками номер 2, называется Alfred. Вот, ну, в принципе, вы можете наблюдать маникюр с этими двумя лаками. Очень красиво все смотрится. Лаки нравятся тем, что очень пигментированные, очень хорошо ложатся, хорошая кисточка, и достаточно быстро сохнут. Вот, и если посмотреть на этот лак, да, то видно, что он абсолютно прозрачный, с такими вот микроскопическими разноцветными блёсточками, ну, которые, в принципе, не так сильно бросаются в глаза. Вот, но я покупаю такие лаки для закрепления, в принципе, маникюра, потому что лак держится, как бы, подольше. И второе, что я купила там же в Галерии Lafayette, это губная помада. Помада от L'Oreal, от которой я в полнейшем восторге. Я буквально вчера выставляла фотографию в Инстаграм со сводчем этой помады. Вот, и одна такая помада у меня уже, видите, заканчивается. Ну, я как раз-таки воспользовалась моментом, и с этими желаками приобрела новую помадку в этом же тоне 328. Серия называется Colorish, и номер сам называется Crystal Violetta, номер 328. Вот такой у неё красивый золочёный футляр. Сама помада выглядит вот так. Посмотрите, какая она красивая. Бесподобно красивая. Вот, и сегодня она у меня на губах, так что можете наблюдать её воочию. Что могу сказать, девочки? Ну, я, в принципе, много говорить не буду. Скажу, что помада просто роскошная. Посмотрите, вот её сводч. Она потрясающе ложится, она хорошо держится на губах. У неё очень красивая текстура такая, переливающаяся. Вот, и, ну, я не знаю, я прям, не знаю, в таком восторге от неё нахожусь. Поэтому я её решила обязательно повторить. Дальше, что я ещё приобрела? Кстати, я в Сифоре покупала девчонке точилочку. Забывала всё показать её. Вот такую. Это моя самая любимая точилка. Это у меня уже вторая. Ну, первая такая уже старенькая стала. И они поменяли формат. Раньше она была полностью чёрной. Сейчас, видите, сделали её чёрно-розовой. Нравится тем, что есть два отверстия. Очень удобно и для толстых карандашей, и для нормальных. Точит просто безукоризненно. Так, дальше. Было кое-что из безделушек, как обычно. Так, купила я вот такие два симпатичные кольца. Вот, нашла в одном бутике. Ну, они мне как-то сразу понравились. Очень, считай, оригинальные. Тоже фотографии выставляла в Инстаграм. Перстень выглядит вот так. Ну, на безымянном пальчике смотрится просто, считай, красиво. Да, вот такой весь ажурный он. С таким вот чёрным камнем. Вот. И второе колечко уже в таком серебряном варианте. Оно смотрится вот так. Тоже такое всё резное, ажурное. Ну, вот, очень понравилась работа. Достаточно такая интересная работа. Не примитивная. Вот. Вот такие два кольца. И кое-что я купила в Браканте. Бракант – это такой магазин, знаете, ну, типа винтейджа. Вот. Где можно тоже иногда найти что-то интересное. Первое, что я вам покажу, это такое очень красивое колье. Вот, на цепи с таким вот очень красивым, можно сказать, кулоном, да. Очень красиво сделан кулон с камнем белым. И вокруг тоже идёт огранка такая вот из трёх, по-моему, слоёв камней. Вот. И купила вот такую вот брошку. Давно хотела найти такую брошь. Очень такую простенькую, да, но элегантную. Она смотрится вот так. Нравится тем, что есть лапки, то есть камушки не упадут. Они очень хорошо закреплены. Вот. Здесь такой вот замочек есть. Ну, то есть, знаете, бывают такие вещи, вот, вроде, оденешь, да, и вот чего-то вот не хватает. Ну, а вот не хочется цеплять на себя ни колье, там, ни бусы, да. А вот просто прицепить вот такую брошечку, да, даже на какую-то рубашку, на полуверчик, на водолазку. И смотрится очень даже красиво и элегантно. Или даже на какое-то пальто. Дальше было кое-что из аксессуаров. Приобрела я вот такой ремень. Очень стильный и очень сейчас модный во Франции. Ну, я, в принципе, от ремень отдала своей дочери. Посмотрите, какой классный ремень, да, вот такой вот эластичный здесь сзади. Вот здесь такие вот вставки идут. И вот такой вот он стильный. Очень красивый. Здесь под змеиную кожу тоже сделано. Ну, это, в принципе, знаете, можно надеть под какое-то платье, да, чтобы подчеркнуть талию под какой-то, например, ну, я не знаю, полуверчик. И он смотрится вот так. Вот. Ну, очень стильный. Дальше. Их было пару очков. Опять-таки, потому что я очки просто обожаю. Первые очки выглядят вот так. Ну, это, как раз-таки, модные тенденции, да, сейчас. Но они очень стильные. Я не покупаю вещи из-за того, что они модные. Я покупаю вещи в том случае, если они действительно мне идут, если у них есть какой-то свой стиль, вот, и если они на мне хорошо сидят. Ну, вот, первые, в принципе, смотрятся вот так. Они достаточно тёмные такие, знаете. Вот. Ну, очень такие интересные. Так. Так, и вторые очки уже посветлее. Тоже модные тенденции. По-моему, в Галерее Лефайта купила. Вот такие вот светлые. И они смотрятся вот так. Очень такие лёгкие и совершенно не ощущаются на переносице. Ну, и кое-что было из ухода. Купила я вот такие два дезодоранта. Мои любимые от марки L'Adel. Вот. Потрясающие ароматы. Просто, я не знаю, шикарные. Я вчера буквально их повторила. Вот. Это такие, знаете, освежители для тела. Вот именно освежать ваше тело после душа, чтобы тело хорошо пахло. Они, написано, действуют у вас в четыре часа против следов. Вот этот я взяла с гуавой, с красным чаем. И второй я взяла с алоэ вера и белой лилией. Вот. Ароматы, ну, просто суперские. Вы знаете, я очень люблю эти серии, поэтому я их беру систематически. Так, ну и, знаете, девочки, опять-таки купила краску для волос, потому что скоро опять придёт время красить волосы, да. Я это делаю, как обычно, регулярно, ну, раз в месяц-полтора. Вот опять-таки взяла палет серию Сан-Альга. И в этот раз я взяла новый оттеночек номер 700 Шата Шоколя. То есть, каштаново-шоколадный. Вот. Вот такой вот оттенок на рисуночке. Ну, я говорила, что я люблю краску палет, да. Тут написано уже результат, да. Потому что, ну, она мне подходит, действительно подходит. Она неплохо держится на мне. Вот. Закрашивает седину. Поэтому, вот, попробую этот оттенок. Вот. Ну, сейчас перейдём, наверное, к покупочкам одежды. Итак, первое, что я вам покажу, это джинсы. Вот. Джинсы покупаю нечасто. Но если я вижу модель, которая мне очень хорошо подходит, да, я, конечно же, стараюсь купить. Потому что джинсы, как и очки для меня. Нужно, чтобы они, действительно, идеально просто сели на мою фигуру, да. Чтобы не было ничего лишнего и так далее. И купила я вот такие джинсы. Берут. То есть, тёмно-синие, без всякой какой-то либо выворки. Вот. И они, можно сказать, даже классические такие, по своему покрою, да. Но немножко пришёные к низу. Вот. Они с высокой посадкой. Есть две такие пуговицы идут. И сзади идут такие вот карманы-клапаны. Ну, смотрятся они, конечно, супер, дочонки. Хотела показать, снять, да, чтобы сделать примерочку. Ну, не получается у меня пока. Вот. И к низу они немножечко клешёные. Вот. Они длинные. Вы знаете, я в тот раз не стала подрезать джинсы. Всё-таки сейчас очень модно, когда джинсы, действительно, вот доходят прям до пола. То есть, когда вы надеваете каблук, да, или платформу, чтобы всё-таки джинсы или брюки закрывали. Вот именно поверхность каблука. Вот. Поэтому я их отрезать не планирую. Вот такие вот джинсы-брюки. Так. Дальше. Следующие. Это брючки, которые я тоже приобрела. Очень такие классные. И очень хорошо тоже сели на мне. Вот так они выглядят. С такими вот детальми фэнтези. Вот. Чёрненькие. И они такого классического прямого покроя. И сзади они смотрятся вот так. Вот. Ну, они классно, конечно, сидят. Это бутик Patrice Brial. Вот. У них, кстати, бывают очень такие хорошие модели. И вот время от времени я к ним тоже заезжаю. Ну, качество, конечно, супер. Вот. Ну, будет возможность. Я постараюсь, конечно, показать всё на себе. Далее. Следующие. Это брючки, которые как раз-таки сейчас в тенденции модно. Да. Которые называются кулот. Вот. Я взяла в классической версии. То есть, есть, конечно, джинсовая версия. Вот. Это бутик Jacqueline Rieu. Они меня просто сразу покорили. И своим покроем. И тем, как они на мне сели. Просто идеально по фигуре. Да. Вот. Они смотрятся вот так. У них потрясающая такая приятная, красивая, струящаяся ткань. Вот. Я не знаю, как она называется, к сожалению. Вот здесь идёт молния сбоку. Потайная. И сзади есть вот такие вот карманы обманки. И вот такие вот они к низу клешённые. Ну, то есть, не клешённые, а расширенные. И они достаточно не слишком длинные и не слишком короткие. Как раз-таки вот очень такая хорошая длина. Потому что я мерила ещё и джинсово. Но джинсово были немножко какие-то коротковаты. Поэтому я всё-таки предпочла взять в классическом варианте. Вот. Ну, я, конечно, сделаю аутфит с ними. Они просто супер сидят. Следующая вещь, девочки, базовая вещь, которая, конечно же, должна быть у нас в гардеробе, да. Я люблю такие вещи носить, потому что они очень практичные, очень носибельные. И они подходят под любой лук. Вот. Это такая вот чёрная водолазочка. Но здесь она, видите, выполнена из такой ткани. Не просто вот такая тонкая трикотажная, да. А это вот типа как бы лапши. Вот. Если вам понятно, да, такой вот трикотаж. Она очень приятная к телу. Она, видите, отрезная по бокам. То есть, такие вот ставки. Ну, очень интересно сделана. И, вы знаете, я её вовсю ношу. Она очень такая, знаете, мягенькая. Нигде ничто не давит, не колет. Очень приятная ткань. И на рукавах здесь такие вот детали, да. То есть, идут такие вот пуговки. Ну, она очень такая стильная, кстати. И я её вовсю ношу и под джинсы. Вот. И смотрится она очень красиво. То есть, можно просто добавить какой-то аксессуар, да. Я не знаю, калье, например, какое-то. Или какую-то брошечку прицепить, да, маленькую. Хотя бы даже вот взять эту маленькую брошь. Куда-нибудь прикрепить. И будет смотреться очень стильно. Поэтому я такие вещи просто обожаю. И вовсю её, конечно же, ношу. Далее, девочки. Следующая вещь, которую я приобрела. Это опять-таки тоже модные тенденции, да. Как я вам уже рассказывала, это такая вот трикотажная вещь. То есть, платье. Вот. Тоже купила по-мошеям. Очень понравился покрой. Очень понравилась сама ткань. Очень приятная к телу. Очень такая мягенькая. Понравился сам вот этот вырез. Круглый, да. Я не очень люблю такие открытые, большие вырезы. Вот. И оно, в принципе, длинное по фигуре. То есть, такое вот платье-лапша. Разрезы с двух сторон. Вот. Ну, в принципе, не такие уж прям глубокие. Вот. Но оно очень стильно, кстати. Вот сейчас на весну с какой-то джинсовой курточкой, да. Или, например, кожаной курточкой перфекта. Вот. С какими-то ботиночками. Оно будет смотреться супер. Вот такое платье по фигуре. Очень длинное. Далее, девочки. Следующая вещь. Это очень такая оригинальная футболочка, да. Сейчас вам покажу вот такого вот она плана. Она очень красиво смотрится на теле. И такая вот комбинировка идет, ну, как сказать, сеточка и трикотаж. Она такая облегающая. Классно смотрится и под черные брючки, и под какую-то юбочку. Вот. Очень такая утонченная. Как сказать, тре-рафине. Вот. И смотрится она очень-очень оригинально. Ну, и цвет, в принципе, тоже очень красивый такой. Далее, девочки, следующая вещь, которая меня просто покорила своим красивым рисунком и фасоном. Это вот такая вот блузка. Блузка называется кимоно. Вот. Посмотрите, какая красивая расцветка. И сама ткань очень-очень такая приятная к телу. Такая струящаяся. Вот. И сзади здесь идет вот такой вот вырез, да, на завязочке. Вот. Ну, цвета очень красивые. Знаете, я тоже ее ношу. В принципе, чем она удобна? Тем, что когда прохладно, вы под низ можете надеть черную водолазочку. Это смотрится очень красиво, очень стильно. Вот. И когда тепло, просто можете надевать ее без ничего. И также вы ее можете носить вот в таком варианте, да, то есть свободно. Такие вот рукава кимоно идут. И также можно надеть, допустим, какой-то широкий ремень, да, или широкий пояс. И смотрится тоже очень красиво и стильно. Вот. Так что я просто осталась довольна, когда увидела эту блузочку, которая просто-просто в ней подошла. И по цвету, и по фасону, и по структуре ткани. Вот. И во всю ее тоже ношу. Вы знаете, она очень носибельная, очень практичная, потому что я считаю, что ее можно носить подо все абсолютно, да. И под какую-то юбку, например, с широким ремнем красивым, да, или поясом. А также под черные брючки, вот, или под джинсы. Не знаю, вариантов может быть очень-очень много. И по цветовой гамме, я считаю, тоже она смотрится очень выигрышно. Очень красивые цветы и очень красивые такие оттенки. Ну вот, в принципе, и все. Вот такое вот видео. Я постараюсь, девочки, снять аутфиты, конечно, с этими вещами, да, чтобы показать наглядно, как это все смотрится на мне. Вот. Но поверьте, что они действительно смотрятся очень хорошо, иначе бы я их не купила бы. Ну и последнее, что я вам покажу, девочки, это вот такая вот сумка. Сумку вы видели в Инстаграм, я вам ее показывала, да, то есть в фотографии вставляла. Вот такая черная лаковая сумка, которую я приобрела недавно, с такой вот золотистой фурнитурой. И вот такой вот, ну это, по-моему, фирменный знак этой марки. Марка, это, по-моему, французско-итальянская или французско-испанская, точно не помню. Вот, здесь идет кармашек вот такой. И, если вам видно, да, молнии идут прямо вот до самого основания, то, что мне очень понравилось, так как удобно ее открывать. Она достаточно, я думаю, вместимая. Вот, две ручки. И сейчас я вам покажу, как это сделано, в принципе, внутри. Вот так вот отсугиваются молнии с двух сторон. Вот так открываем. И внутри здесь, ну, стандартный кармашек на молнии, да. Два кармашка таких вот для каких-то бумаг. И вот такая родная длинная ручка, которая пристригивается. Ну, вот, в принципе, вот так она и выглядит. Ну, симпатичная, считаю, сумочка. Я планирую носить и с лаковыми ботинками, и с лаковыми грубыми ботинками, и с лаковым плащом, если что. Ну, и вообще, просто так, под какую-то обувь и под какую-то одежду. Ну, надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, то ставьте пальчики, вверх комментируйте. И я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Все, всех целую. Чао.